Канск с рабочим визитом посетил Красноярский природоохранный прокурор. Это плановая поездка. В этом году Роман Ткаченко уже побывал в Ачинске и Назарова. На прием в Канске к природоохранному прокурору пришло около 20 человек. В основном люди жалуются на плохую экологическую обстановку в городе. Местная администрация круглосуточно борется со стихийными свалками. К примеру, только за это лето было ликвидировано. 40 площадок с отходами еще столько же планируют убрать в ближайшее время. Но главная проблема Каннска это не добросовестные бизнесмены, занимающиеся деревообработкой. Отходы от своих производств они не утилизируют, а сжигают вблизи жилых районов. Данная проблема мне знакома. Я до того, как стать Красноярским природоохранным прокурором, более 8 лет проработал прокурором города Лесосибирска, центр лесопиления. И поэтому у нас аналогичная ситуация. Здесь какие меры реагирования? То есть если выявляются предприятия, на которых происходит сжигание отходов, то необходимо эти факты фиксировать. Обращаться в данном случае, возможно, в Каннскую международную прокуратуру либо в Красноярскую природоохранную прокуратуру. Данные сведения будут проверены. При наличии оснований лица будут привлечены к административной ответственности. Прокурор также пояснил, что фиксировать правонарушения можно при помощи видеокамеры, фотоаппарата или камеры в мобильном телефоне. Полученные материалы будут приобщены к материалам прокурорской проверки. Напомним, зажигание отходов лесопиления для юрлиц законом предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.